Мои сладкие, всем приветики! Очень рада видеть вас на моем канале. Меня зовут Валя и добро пожаловать, друзья! Как вы поняли уже, судя по описанию, сегодня, наверное, впервые за долгое время, мы будем говорить о кистях Jazz Up. Jazz Up Beauty мне написали и предложили отправить свои кисточки на тестирование, определенный наборчик. Я не знала, что меня там ждет в коробочке, я не знала совершенно, какой набор меня там ждет. Я согласилась, потому что вы у меня очень часто спрашивали, по сути дела, про кисточки Jazz Up. Но на самом деле, как вы знаете, что я являюсь фанатом бренда My Destiny и Чикода, прям сумасшедшим фанатом, мне, в принципе, достаточно кистей. Но я понимаю, что это и вам будет интересно прежде всего, вы у меня очень много спрашиваете по поводу этого бренда. Поэтому сегодня будем как раз-таки тестировать наборчик от Jazz Up. Ну, собственно, ко мне приехала это все вот такой вот пиар-коробочки, скажем так, там все красиво было упаковано. Давайте с самого начала пришли мне, во-первых, вот такие вот кисточки, вот у меня в руках. Затем пришла вот такая коробочка для этих кисточек, естественно. Следующее, что мне пришло, это вот такой вот спонжик для мытья кистей именно. И на обратной стороне это спонжик, который очищает на сухую кисточке от теней. И пришел еще наборчик спонжиков, которые я протестировала для тонального крема и для консилера. Поэтому здесь нет уже трех спонжиков. Сори за то, мне есть, что вам рассказать. Ну, собственно, это весь наборчик, так что, если вам интересно, оставайтесь со мной и давайте приступать к макияжу глаз, конечно же. Потому что здесь у меня целая гора кистей именно для глаз. И еще есть вот такая вот кисточка для бровушек. Ну что, поехали, друзья? Здесь у нас есть несколько кистей из натурального ворса козочки. Вот такие вот беленькие кисточки. Вот это, кстати, самая большая растушевочная, такая плоскорастушевочная. Я думаю, что буду ее использовать для хайлайтера, потому что уж слишком она большая. Я не люблю такие большие кисточки использовать для складки. И вот такие вот есть еще кистюленки поменьше. Формы все очень удобные, поэтому будем сегодня пробовать. И также есть кисти в черном оформлении, если не ошибаюсь, то натуральные, потому что я их так щупаю, и на ощупь они именно натуральные. Хотя, может быть, это смесь синтетики с натуральными. Вот такие вот кисточки. Одна крохотулечка совсем прям детальная, потом такая кисть карандашик и плоско-пушистая кисть. И как раз-таки начинать свой макияж я хочу с бровей, потому что я хочу сегодня испытать вот эту сторону кисточки. И у меня для этого есть только тени для бровей. Помадок у меня, к сожалению, нет, поэтому будем использовать тени для бровей. И чтобы были шикарные и роскошные брови, я хочу использовать вот такой вот гель для бровей от Lush Brow. Это написано, что мыло для бровей, но на самом деле это гель а-ля Анастасия Беверли Хиллс, только намного-намного круче. Причёсываю бровушки, набираю гель на брасматик и начинаю зачёсывать бровки. Сначала я их напитываю этим гелем, а затем зачёсываю. И получается тот самый пресловутый эффект ламинированных бровей. Затем я вот так вот прохожусь ещё ручкой кисточки. Ну, по сути дела, пока что с бровями мы закончили. Мне, в принципе, нравится ёршик. Казалось бы, обыкновенный брасматик, но что для меня важно, чтобы были вот эти вот щетиночки довольно-таки упругими. Потому что я очень надавливаю на щёточку, и нужно, чтобы эти щетинки не прогибались и всё-таки зачёсывали мне мои непослушные брови. Сегодня у меня непонятно какое настроение, какое-то коричневато-фиолетоватое и одновременно нежное. Значит, беру первую кисточку пушистую растушёвочную, к сожалению, на ней номера нет. И начинаю тыкать вот такой вот бежевато-розоватый оттеночек. И наношу этот оттеночек в складку века. Затем на вот такую какую-то следующую кисточку я уже буду набирать коричневый оттеночек. Вот такой. Наношу его на внешний угол глаза сюда. И, конечно же, добавляю в складочку. Возвращаюсь к предыдущей кисти с оттенком, немножечко добавляю его. И растушёвываю здесь всё. Затем я возьму вот такую маленькую кисточку и наберу просто чёрный оттеночек для затемнения внешнего уголочка глаза. И сразу же добавляю чёрный оттеночек на нижнее веко. Затем на вот такую вот плоско-пушистую кисточку набираю следующий вот этот вот оттеночек и наношу его на нижнее веко. Я пока что за кадром оформила второй глаз. И сейчас хочу приступать к пигментам для глаз. Я очень соскучилась за своими пигментиками от Lotus Flower. Хочу сегодня использовать три пигмента. Первый оттеночек Faun. Это из весенней коллекции. Второй оттенок Aquamarine. Вот такой вот дохромчик. И на внутренний уголочек оттенок Хризантема. Для начала нанесу клей для глитера от BH Cosmetics на всё подвижное веко. И так как у меня всё-таки только два глаза, а кисти немного больше, я возьму вот эту чёрную плоско-пушистую кисть. На неё буду набирать пигмент. И приклеивать на всё веко. Моя ж ты прелесть. Как я люблю этот пигментик. Так, с этой задачей кисть безусловно справляется идеально. Затем клей для глитера я буду наносить и на нижнее веко. Беру оттенок Aquamarine. Как раз возьму эту штучку и почищу кисточку от пигмента. И этой же кистью наношу на нижнее веко. Затем я себе готовлю вот такую самую маленькую крошечную кисточку. И беру пигмент Хризантема. Наношу клей для глитера во внутренний угол глаза. И наношу оттеночек Хризантема. Боже, друзья, как это красиво всё горит и мерцает тут. Это просто космос. У меня нет чёрной гелевой подводки. Но у меня есть вот такая водорастворимая подводка от Suva Beauty. Поэтому сейчас будем делать такую стрелочку аккуратненькую до чёрных теней. С помощью этого лайнера. И использовать вот эту вот кисточку для подводки, собственно говоря. И давайте прорисуем аккуратную стрелочку. Так, ну стрелка получается аккуратненькая. Я себе тут замешала тональный крем. И сейчас будем с вами пробовать тестировать спонжики. У меня здесь два спонжика для лица. Один вот такой вот махровенький. Я прям не особо приятную на ощупь. Короче, который похож на, господи, Джуно спонжи. Или как они там называются? Забыла. И обыкновенный спонжик. И также ещё попробуем сегодня спонжики под глазки. Я вот такой вот решила сегодня использовать. Также в течение этого времени я использовала вот этот спонжик. На минуточку он сухой. Вот так вот раздувает и разносит их. И третий спонжик я не использовала. Потому что просто форма для меня немножко неудобная. Этим можно хоть как-то вот так вот пробраться, скажем так. Так, наношу свой замечательно гениальный замес. И, собственно, приступаем к нанесению. Да, у меня здесь есть пятнышко, которое, ну, никак просто не хочет отмываться. Что могу сказать сразу же по поводу этого спонжика? Это то, что он наносит, в принципе, адекватно. Но вот, знаете, после себя как будто бы оставляет след вот этих вот пупырышек, именно пор, которые присутствуют у спонжа. Скажем так, не идеально гладко наносит. Допустим, мои любимые спонжи O2O и iMagic, и ещё вот Наталья Шик, они прям как будто бы, знаете, разглаживают этот тональный крем. Не видно совершенно никаких следов, как будто бы, я не знаю, чуть ли не аэрографом нанесли тональный крем. А этот всё-таки немножечко оставляет. Ещё у него есть недостаток, который я заметила. Он очень много тона съедает. Вот это вот мне, конечно, не нравится. Для меня это был большой контраст, когда я наносила этим спонжиком тональный крем, и такая, думаю, блин, так у меня, знаете, тональный крем будет расходоваться ещё больше и ещё хуже просто. Не хватит мне ни одной банки. В принципе, кожа выглядит адекватно после этого спонжа, просто что нужно чуть-чуть подольше поморочиться. Теперь приступаем к нанесению на вторую половину лица. И беру вот этот вот махровенький спонжик. Им лучше работать вот такими притаптывающе-поглаживающими движениями. Просто топтать смысла вообще нет. Форма у него, конечно, намного удобнее, потому что здесь есть вот такая вот лапка, которой ты можешь пробраться опять-таки в самые труднодоступные места. Как наносит этот спонж тональный крем? Мне, в принципе, тоже нравится. Чуть-чуть посложнее с ним работать опять-таки из-за вот этой вот его странненькой текстуры. Желательно действительно вот такими движениями растягивающими работать. И ещё больше здесь недостаток. В ещё большем количестве впитывания тонального крема в себя. Он прям жрёт его так нормальненько, я бы так сказала. Приходится довольно-таки часто нырять в тональный крем. Ну и теперь приступаем к нанесению консилера. Консилер я буду использовать Tarte Shape Tape. И под глазами беру этот оранжевенький спонжик. Ну и вот такой вот результат под глазами. По поводу этого спонжика я тоже могу сказать, что продукта он нормально в себя впитывает, скажем так. Не чересчур, причём как-то чуть-чуть полегче, чем два предыдущих больших спонжика. Но всё равно вот, блин, по сравнению впитывает намного больше. Давайте теперь нанесём хайлайтер. Буду сегодня использовать Kaleides Highlighter в оттенке 02 Space Age Star Surfer. Вот такой вот красивый, резкочный хайлайтер. Возьму вот эту кисточку, на которой нифига не видно, набралось или не набралось, ладно. И давайте наносить. Ох! Мощнейший. И, конечно же, нанос. Нанос прям идеально. Ну, тут ясное дело, что это всё будет плотно наноситься, потому что кисточка плотно набитая, ещё из ворса козы, и это, конечно, всё прям, знаете, вдвойне так мощнейший будет блестеть и сиять. И сразу же я беру кисточку для бровей и буду оформлять брови с помощью палетки вот Алекса Рудковского для бровей. Я тут просто какую-то смесь делаю дичайшую и всё. Не хочу делать слишком тяжёлые брови, хочу просто подчеркнуть свои бровки, убрать проплешинки какие-то и всё. Так, друзья, я сейчас закончу со второй бровкой и к вам вернусь. Будем обсуждать уже сегодняшние продукты, сегодняшние кисточки и покажу, конечно же, вам всю эту красоту. Вот такой вот макияж у меня в итоге получился, мне он безумно-безумно просто нравится, очень романтичный такой, нежный и невероятно красивый. На губах у меня карандашик от L'Amel в оттенке 410, помада от MAC в оттенке Velvet Teddy. И, конечно же, на нижней слизистой у меня карандашик от Vivienne Sebo, лайнер Virtuosca YAL в оттенке 05. И посмотрите, как переливаются пигменты красиво. Я выключила кольцевой свет и сразу всё замерцало и заиграло. Я их обожаю просто. Ну что, друзья, давайте обсудим теперь кисточки, спонжики, всё-всё это добро от Jizzap. Давайте начнём с самого простого. Во-первых, нужное дело в хозяйстве, я вам так скажу. Я обожаю подобного рода щёточки для мытья или как это можно назвать, короче, силиконовый коврик такой, тут ещё с той обратной стороны. Классная, хорошая, удобная щёточка для очистки кистей. Вот так вот это всё делается очень легко и просто. Очищаются, кстати, очень хорошо кисточки. Так что это такая вещь, которая всегда в хозяйстве пригодится, скажем так. А тут ещё из внутренней стороны тоже есть вот такие вот пупырышки. Короче, клёвая штука. Годится. Что по поводу спонжиков? Честно вам скажу, я недовольна этими двумя спонжиками. Не буду мелькать в кадре, потому что грязные сильно. Мне они не нравятся. Я люблю всё-таки спонжики, которые более мягкие и менее пористые, которые после себя не оставляют следов. И создаёт такое ощущение, как будто бы ваша кожа заполировалась с помощью тонального крема. Вот у меня только вот такое вот объяснение, скажем так. Эти спонжики, они довольно-таки мягкие. Они не плотные, не жёсткие, как обычные, знаете, спонжики с Алика классические. Но немного мягкости хочется добавить чуть-чуть побольше. И, пожалуйста, чтобы не оставлял какие-то поры. Потому что с некоторыми тональными кремами всё окей. Некоторые они наносят просто вообще ужасно и отвратительно. И приходится очень долго тушевать. Я не люблю. Я люблю быстро наносить тональный крем. Считаю, что на это нужно меньше всего тратить времени. Поэтому спонжи рекомендовать эти именно не могу. Не могу сказать ничего плохого по поводу вот этих вот спонжиков маленьких под глазки. В принципе, нормально. Это удобно, безусловно, потому что это маленькое всё такое, крошечное. Мне вот эта вот форма удобнее, потому что можно вот сюда вот прям в уголочек глаза пролезть. Но и одновременно неудобная эта форма. Как-то держать в руке его неудобно, что ли. Он раздувается, чуть больше становится. Но хотелось бы ещё чуть-чуть побольше. Этим спонжиком мне было намного сегодня удобнее пользоваться. Несмотря на то, что у него нет острого какого-то края. Я себе вот так вот сгибала и наносила консилер уже под глазки. В принципе, классная штучка, такая, знаете, бюджетная замена. Каким-то дорогим спонжиком нормально, нормально пойдёт, в принципе. Ну и, конечно же, последнее. Это кисти. Вы знаете, нет у меня никаких к ним особо претензий. Вот если честно, как-то сегодня мне нормально работалось. Да, это кисточки, которые пожёстче будут, чем я привыкла, скажем так. Я привыкла к более мягким кистям, более нежным, даже если это козочка. Но чтобы это была нежная такая козочка. Они не колючие, я сразу говорю. Просто они довольно-таки упругие. Каждая кисть очень упругая. Даже вот эта пушистая растушёвочная, казалось бы, очень удобная у неё форма. Она такая маленькая, круглая, удобно ею пользоваться в складке века. Но вот какой-то лёгкости хочется немножечко добавить. Просто хочется меньшей набитости, скажем так, в этих кистях. В этой кисточке всё то же самое аналогично. Вот эти пушисто-плоские кисточки мне, в принципе, понравились. Они с нормальной такой плотностью. И эта плотность меня устраивает на нижнем веке и вообще для подобного рода кистей. Она как раз-таки хорошая. Есть такие кисти, знаете, которые прям жёсткие ёршики. А эти классные, вот эта вот чёрная, она чуть поплотнее набита. Вот это мне уже не нравится. Но как бы зато офигенно наносила пигменты, for example, в принципе. Затем я обожаю подобного рода кисточки. Тут у меня вообще никаких вопросов. Здесь тоже достаточная плотность для меня была, как для тёмного оттенка. Для чёрного, точнее, вот такой вот кисточкой я обожаю. Наносить чёрный оттеночек во внешний уголочек глаза, потому что это позволяет мне более точечно проработать эту область. Ну, а эта кисточка, безусловно, будет классной находочкой. Именно для внутреннего уголочка, для какой-то там деталечки небольшой. Так что вот эти формы я вообще очень-очень люблю. Зачёт вот этим кисточкам. Кисть для бровей мне тоже понравилась. Устроила меня всё. Она нормальная по упругости. Я бы не рекомендовала прорисовывать волоски, потому что недостаточно она тонкая для этого. Ну, вот так вот заполнять тенями всё было окей. Замечательная кисточка. Вот этот ёршик тоже, брасматик, тоже нормальный. Хорошо уложил мне бровки. Никаких у меня нареканий к этой кисточке нет. Я не попробовала вот эту вот кисточку, но, если честно, я для себя не нахожу никаких применений. Я не подчёркиваю нижнюю границу брови. Это разве что, знаете, взять хайлайтер, набрать немножечко и добавить его под бровь. Давайте вот попробую вот так вот сделать. Добавила я этой кисточкой хайлайтер. Это такое дело вкуса на самом деле, потому что для кого-то это просто незаменимая вещь будет. Для меня, ну, я не знаю её, куда можно использовать, конечно же. Всегда, всегда найдёшь, куда использовать кисточки, по сути дела. Но пока что сегодня мне она просто-напросто не понадобилась. И ещё я не использовала две вот такие вот кисточки. Большая плоско-пушистая кисть и такая маленькая крохотулечка. Вот такие вот маленькие кисточки я люблю использовать для нижнего века. Опять-таки наносить туда какие-то блестяшки, поэтому это 100% лежать не будет. Я люблю такие кисти. Вот эти кисти я не особо большой фанат на самом деле. Ну, то есть большое количество мне их не нужно. Хотя, безусловно, тоже нормальная у неё такая плотность, как и у вот этих вот предыдущих кистей. Короче, набор, в принципе, толковый. Очень красивый, симпатичный стаканчик. Стаканчики тоже лишними никогда у меня не будут. Ещё не сказала по поводу кисти для подводки. Мне она понравилась. При том, что она не самая тонкая, которую я видела в этой жизни. Но вот нарисовать стрелки этого будет выше крыши. И она качественная. Она в меру упругая, в меру мягкая. Можно тоненький кончик ею прорисовать нормально. У меня получалось в внутреннем уголочке прорисовать этой кисточкой стрелочку. Так что тоже, в принципе, к ней претензий нет. Ручки довольно-таки нормальные. Они очень легко, эти кисти ощущаются в руках. Имейте в виду. Так что, если вы привыкли к таким ощущабельным кистям, скажем так, именно чувствовать в руках, что вы держите кисточку, то это, конечно, не ваш вариант. Я люблю потяжелее кисточки, но, в принципе, и с этими у меня тоже проблем в работе никаких не возникло. Это хороший, достойный наборчик такой для новичка. Я думаю, что новичкам понравится. Хотя вот хотелось бы всё-таки в пушисто-растушёвочные кисти добавить больше лёгкости какой-то, воздушности. Потому что здесь так прям нужно детально растирать эти тени. А так набор довольно-таки неплохой. Мне понравился. Друзья, учтите, что я реально большой скептик. При том, что я не являюсь фанатом кистей G-ZAP. У меня когда-то был такой большой наборчик кистей G-ZAP. Такие с белой ручечкой. Это тоже, опять-таки, закос на заеву. Тогда это супер-супер было модно. Просто каждый бренд на Алиэкспресс пытался повторить успех заевы. Скажем так. И я тогда себе заказала этот набор. И я была в восторге когда-то от него. Просто в восторге. Я не обращала внимания на то, что он колючий. На то, что неудобно из-за этой колючести пользоваться этими кистями. Я не обращала внимания, что они обстриженные, обрезанные. Мне прям всё нравилось, всё устраивало. Конечно, когда ты начинаешь уже пробовать лучше, лучше и лучше кисти, ты уже осознаёшь, что, блин, это всё-таки такое себе качество, скажем так. А когда ко мне начали приходить кисти от Чикода и My Destiny, я вообще поняла и осознала, что кисти на Алиэкспресс давным-давно уже перестали быть какими-то ужасными, какими-то отвратительными. И есть всё-таки свои перлы на этом рынке. И, в принципе, мне радует то, что ворс относительно изменился у этих кистей. Скажу так, что эти кисти намного мягче, чем то, что у меня было. У меня был прям такой ёжик колючий. Сейчас я пооставляла себе буквально несколько кистей из этого набора, чтобы, знаете, когда тренируюсь, допустим, чтобы не жалко было. Так что, да, могу спокойно рекомендовать этот наборчик. Если вы присматривались, присматривались к кистям Джезап, то вот этот набор, в принципе, неплох. Для себя это прям супер. Здесь ничего особо лишнего нет. Но только учтите, что вот эта вот кисть, ну, как бы реально, это нужно огромные просто глаза иметь, чтобы использовать эту кисть на глазах. Поэтому, если вы будете наносить хайлайтер, то из-за того, что это довольно-таки плотная натуральная кисть, она будет плотно наносить, естественно, хайлайтер. Что заметила из негатива еще, это то, что за время, пока я тут сидела, красилась, у меня эти кисти облазили. Несколько ворсинок выпадало из кистей. Но, учитывая то, что я их не мыла, обычно после первой помывки все кисти лишние, все, точнее, ворсинки лишние вылазят. И все потом окей. Так что, тут еще вопросы ко мне, скажем так. Возможно, после первой помывки они перестанут линять. А так, у меня пока что несколько волосочков с некоторых кисточек поосыпалось немножечко. Но, я не думаю, что это беда. Учитывая то, сколько стоит этот набор, не думаю, что беда. И не думаю, что он там будет продолжать как-то жутко сыпаться. Что ж, друзья, это все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Понравился сегодняшний макияж? Пишите обязательно ваши комментарии. Если кто-то пробовал данный набор, то обязательно оставляйте также отзыв. Опять-таки, это будет полезно, если кто-то себе присматривает данный набор. Ну, у меня на этом все. Я всех целую и обнимаю. До скорой встречи и пока-пока. До скорой встречи и пока-пока.